Добрый день! Сегодня мы попробуем рассмотреть одну забавную штуку под названием Глинтвей. Это рецепт исключительно мой. Все умные, кто там знает более сложные, насыщенные другими специями рецепты, пожалуйста. Ну, считайте, что это просто горячий винный напиток. Итак, нам нужно непременно бутылочка не самого дорогого, но желательно хорошего полусладкого красного вина. Я намеренно закрыл этикетки, чтобы не создавать никому рекламы. На бутылку этого вина 100 грамм ликера Амаретто. Я его налил в две рюмочки по 50 грамм, тоже чтобы не создавать рекламу какой-то конкретной марки, потому что самое известное это Диссарона, но Диссарона здесь не обязательно, потому что это все равно будет все в смеси. Из специй гвоздика и перец душистый горошек, два апельсина, мандарин и, конечно же, мед. Говоря об этом напитке, я скажу так. Там масса применяется всевозможных специй, корица добавляется и прочее, но с корицей вы рискуете. Корица не всем нравится, может испортить вкус. И, кстати сказать, в Амаретто корица уже содержится. Там содержатся также и гвоздика и многие другие специи, но для усиления вкуса все же таки 4 веточки гвоздики или соцветия, не знаю, как правильно сказать, и 2 горошинки душистого перца. Ваша дама будет, я уверен, в восторге от этого напитка, тем более, что мы его рассматриваем как искусство соблазнения. Итак, сейчас выдавливаем сок из апельсинов, мандарин очищаем и нарезаем колечками. Для нашей темы не важно, это ваша девушка, подруга, супруга, или вы недавно с ней только познакомились и хотите ее обаять. Важно добиться того, чтобы она была вами довольна. Такая вот первая заготовка, как я уже и сказал, апельсиновый сок. Сок готовый апельсиновый использовать нежелательно, потому что он не даст того обаятельного вкуса, который мы хотим получить в предлагаемом нашей визави напитку. Итак, представьте, морозный день, вы с ней прогуливаетесь, уже подходите к дому, и она вам говорит, дорогой, я замерзла, или просто говорит, что-то мне холодно. И вы говорите, ой, да-да-да, конечно, сейчас-сейчас, и заходите домой. Она усаживается на диван, вы, будучи голландцем джентльменом, подаете ей плед. И вот она сидит, не понимая, что происходит, желательно, конечно же, чтобы зазвучала какая-то романтическая музыка. Да, я сказал, мандарин очистить, но не выжимать. Мы его нарежем продольно и добавим уже в готовый напиток. Ой, продольно, простите, конечно, поперечный. Вот, так как с бутылки вина получится примерно три кружечки, поэтому мы мандарин делим на три части. Это явится и украшением, и усилителем в определенной степени вкусовой гаммы готового напитка. Итак, первая заготовка готова. Сок у нас есть, мандарин у нас подготовлен. Теперь двигаемся дальше. Открываем вино. Дорогие дамы, не обижайтесь, что этот ролик, по сути, мужской. Для вас этот рецепт, в общем-то, не менее полезен в том плане, что, представьте, ваш друг, муж, знакомый, пришел с холодного воздуха, с работы, с зимней рыбалки, с охоты, просто погулял или там чем-то позанимался на холоде, и вы ему можете это предложить. Итак, вино открыто, переливаем вино в емкость. В него же добавляем апельсиновый сок. Добавляем наши специи в виде душистого горошка и гвоздики. И отправляем это все дело на огонь. Да, кстати сказать, вот подготовив все эти ингредиенты и выгуливая вашу девушку, или ожидая ее холодной зимой, вы можете все это подготовить и ждать, ждать момента. И вам останется только вот это. То есть уже все подготовлено, быстренько смешали ингредиенты, включили плиту, и пока она греется, под предложенным ей мягким пледом, вы быстренько-быстренько отправляете это все дело на комфорочку, включаете газ и ждете, пока напиток начнет немного пузыриться. Пока ничего не делаете более, ждете именно момента вскипания вина. Это примерно 80 градусов, но в общем-то это будет сейчас видно. Я не буду прерывать видео, чтобы показать ту степень, которая необходима. Да, так вернемся к романтической части. Итак, она замерзшая, под пледом, вы быстренько метнулись на кухню, она пока там еще греется, а у вас уже на плите все это готовится. Ну, или, например, для случая противоположного пола, ваш муж пришел с рыбалки или с охоты там, или с какого-то холодного гаража, или он с машиной там возился, счищал снег, например, и вот у вас уже на плите все это подготовлено, только он вошел в их гасик, хлоп, и пока он там раздевается, идет мыть руки, ну, в общем, пока готовится к тому, чтобы встретить вас во всеоружии, в своем имеется в виду во всеоружии, вы быстренько-быстренько делаете вот эту процедурочку, и уже подносите ему с холода вот этот горячий, прекрасный напиток. Так, смотрим. Вот, уже начинается движение. Давайте я сейчас ускорю запись до момента закипания, а потом продолжу свое балабольство. Вот уже началось испарение, крышка покрывается паром, значит, в этот момент мы добавляем мед. Меда на бутылку, ну, примерно 2,5-3 столовые ложки. У меня вот в данном случае 3 столовые ложки. Вот, все, мед я добавил. Мед желательно использовать какой-то светлый, цветочный или майский. Темный мед, типа гречичного, он характеризуется такой горечью, определенный, липовый, он, ну, тоже специфичен. Поэтому это само по себе шикарно, и не надо его добавлять. Хотя попробуйте, поэкспериментируйте, может быть, вам и понравится. Теперь ждем закипания. Закипание – это образование пузырьков, когда пойдет. Не в смысле, что это все забурлит яростно и бурно. Сейчас-сейчас немного осталось. То есть, весь процесс занимает примерно, ну, 5-7 минут. Это как раз то время, которое ваша дама успеет немного обогреться под пледом, ну, а друг, муж, знакомый привести себя в порядок, вернувшись, или придя к вам в гости, или... Ну, в общем, что я советую, такие простые вещи, это и так понятно. Обратите внимание, вот, началась, начала образовываться пена. Теперь мы вливаем аморетто. Влили аморетто. Ждем буквально 10-15 секунд. Снова должна начать образовываться пенка. Я вот, к сожалению, не взял ложечку. Хорошо бы помешать сейчас. Извините, пожалуйста, не кусь. Вот, все. Все-все-все, при сопровождении с краями шипит. Пар пошел, пузырьки образовываются. Наш напиток готов. Выключаем. Переливаем в керамическую кружечку. Глинтвейн пьется традиционно из керамики. Ну, если у вас есть специальный бокал для глинтвейна с ручкой, можете и так. Ну, сервируем это дело чем-нибудь сладеньким, какой-нибудь вкусной конфеточкой. И подаем вашему другу, вашей даме, вашей супруге, подруге. Ну, в общем, тому человеку, которому вы хотите сделать приятное. И вот согревшись, будучи к вам расположенной и благодарной, очень, может быть, она и вас согреет. Добавляем мандаринчик. Вуаля! Ну, разве какая-нибудь дама сможет постоять против такого? Сладкое, алкогольное, теплое, согревающее. Удачи! Надеюсь, этот рецепт вам пригодится. Продолжение следует...